Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Утро на Болткоме Продолжается программа Утро на Болткоме Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами Вот есть такая расхожая шутка о том, что из каждого окна в Париже Вот в голливудских фильмах обязательно должна быть видна Эйфелева башня Но тем не менее, вот сейчас мы видим На прямой связи с нами вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Владислав Карегин Тауэрский мост прямо вот за спиной И да, это Лондон, это Лондон, ребята Мы ведем репортаж со всемирной туристической выставки в Лондоне World Travel Market London И что же там происходит, об этом нам и расскажет Владислав Карегин Доброе утро Доброе утро Олег, я извиняюсь, я тебя немножко поправлю На самом деле это Westminster Bridge А-а-а! Вестмейстерс Да, и со мной находится Парлан Не узнал, не узнал Потому что Ну ничего, будет богатым Из-за плеча плохо видно, он все еще в строительных лесах или уже отремонтировали? Нет, он все еще в строительных лесах Вот я не знаю А, да, теперь видно Времени вообще, как будто в Лондоне вы живете без времени Да, именно так Но зато в отличие от нас солнечная погода Итак, на самом деле World Travel Market Поразили меня вчера твои фотографии Столько людей И явно все по бизнесу туда приехали То есть туристическая сфера Она оттолкнулась от нижней точки Изо всех этих локдаунов и коронавирусов И возвращается в нормальную жизнь Можно ли так это все описать? В принципе, да Если мы вспоминаем события трагического для индустрии 2020 года То начало локдауна и начало, скажем, такого краха Туризм ознаменовало закрытие выставки в Берлине То есть уже вся туристическая индустрия мира собиралась в Берлин Даже я свой чемодан уже начал упаковывать И собирался в аэропорт Когда в последний момент сообщили, что выставка отменяется Из-за эпидемиологической ситуации И это было своим, так сказать, родом такое ознаменование Что все будет плохо А в этот раз выставка состоялась Она проходит ежегодно Но, естественно, что в 2020 году Она также была аннулирована И в месте, где эта выставка проходит Это выставочный центр Excel London В прошлом году там располагался ковидный госпиталь В помещениях этой выставки А теперь снова звучит речь на разных языках Представители более 140 стран собрались на эту выставку Естественно, еще рано говорить о полном восстановлении И многие страны отсутствуют на этой выставке То есть павильоны стран Но, тем не менее, уже видно, что началось движение Есть интерес И потихонечку все становится на свои места И жизнь возвращается Я думаю, что очень позитивного настроения Добавили новости о том, что наконец-то Америка В начале ноября открывает свои границы Для вакцинированных туристов со всего мира И Австралия, которая была, наверное, в таком самым жестком локдауне И там полтора года в Австралию вообще невозможно было прилететь Если это только не какие-то правительственные делегации Они тоже с ноября открывают свои границы Пока еще трудно будет иностранцам приехать в Австралию Но, во всяком случае, австралийцы теперь могут спокойно путешествовать по всему миру И это, конечно, такие колоссальные новости Тем более, что традиционно на этой выставке Собираются представители, скажем, англосаксонского мира Много представителей из Австралии, из Америки Из Великобритании, само собой И это все свидетельствует о том, что настроение улучшается И виден свет в конце тоннеля У школы открываются Соединенные Штаты То есть как-то договорились с Европейским Союзом Прежде всего в взаимном признании вакцин, да? Не нужно будет проходить какие-то перевакцинации? Я хочу заметить, что американцы уже с июля-августа могут заезжать в Европейский Союз Да, и у нас даже в этом году уже были американские туристы Но европейцам фактически путь был закрыт, даже вакцинированный Вот теперь с ноября, мне кажется, 7-го числа полеты возобновляются многими авиакомпаниями Да, и снова европейцы вакцинированные могут посещать Соединенные Штаты Естественно, это относится только к вакцинированным Вот я как раз хотел спросить Насчет невакцинированных Насколько их передвижение ограничено? И насколько здесь какие-то есть варианты? Ну, пока что, я думаю, без вакцины путь заказан В целом я хочу сказать, что в Лондоне глобально уже не чувствуется никаких ограничений Естественно, на публичные мероприятия, какими является выставка, вход только по зеленому сертификату Но если говорить о барах, ресторанах, пабах, то нигде не спрашивают Какой-то сертификат, и, в принципе, жизнь бьет ключом И, в принципе, уже о ковиде говорят в прошедшем времени И это очень такой позитивный шаг И, конечно, все очень удивляются о том, когда рассказывают, что в Латвии у нас комендантский час И работают только продуктовые магазины Для всех это очень большое удивление и даже такой шок Ну, о чем удивляться? Достаточно посмотреть на цифры вакцинации Что касается самих поездок Все открывается, да? Можно ли говорить о каком-то спонтанном туризме? То есть, засиделись и прям куда глаза глядят, лишь бы уехать Либо все спокойно, все планируется и обдумывается маршрут И пункт назначения, и подготовка ведется какое-то значительное время Какие вот такие, может быть, нюансы? Ну, надо понимать, что очень много авианаправлений было закрыто Что авиакомпании для того, чтобы организовать какой-то авиамаршрут Им необходимо определенное время То же самое для туристической инфраструктуры То есть, во многих странах, в том числе в Таиланде Таком популярном направлении Инфраструктура была в таком замороженном состоянии Сейчас все тоже размораживается И открываются гостиницы, восстанавливаются авиасообщения Операторы предлагают свои продукты, пакеты Так что это все происходит постепенно, плавно Я думаю, что не совсем спонтанно Потому что все равно, несмотря на то, что границы открыты Необходимо каждому туристу сделать свою, скажем, домашнюю работу То есть, каждая страна имеет аналог COVID-PASS-LV То, что у нас в Латвии В каждую страну необходимо какие-то дополнительные анкеты заполнять Или какие-то дополнительные анализы себе заказывать Как, например, Великобританию Так что в любом случае Поездка за границу Такой вот спонтанной, как она раньше была Сели-поехали, но такого не бывает То есть необходимо посмотреть, подготовиться Какие документы необходимы Какие анкеты необходимы Какие справки необходимы Поэтому у каждой страны своя специфика Поэтому, конечно, важна сейчас в нынешних условиях Роль тревел-агента, который всем этим займется И подберет необходимую страховку Но, тем не менее, скажем, мир открывается Все понимают, что COVID с нами надолго И надо как-то не закрываться от него А научиться с ним жить И путешествовать Поэтому, я думаю, такого положения Как в 2020 году, когда весь мир был закрыт И никуда не было возможности поехать Такого уже не будет Но ограничения определенные Они остаются, сохраняются И даже для того, чтобы приехать на эту выставку в Англию Было необходимо, скажем, дополнительно поработать Заполнять анкеты Заказывать специальные тесты Которые доставляют в гостинице Самому сдавать эти тесты Отправлять Так что путешествовать можно Но все еще сложно А с нами вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов И оператор Владислав Корягин Мы говорим о туристической выставке Которая сейчас происходит в Лондоне World Travel Market London Влад, учитывая масштаб международного форума Можно ли сделать какие-то выводы Насчет того, насколько мы Латвия, я имею в виду, как территория Как страна, как пункт назначения Опустились в плане бизнес-туризма Того же самого медицинского туризма Выставочного туризма Есть ли шанс нам восстановить И развивать как прежде Как в доковидные времена Эти направления Или наши соседи по Прибалтике безвозвратно Нас опередили в этом плане Ну, надо сказать, что я Нахожусь на этой выставке на стенде Литвы У Латвии вообще нету стенда Вот, поэтому, так как у нас Имеется офис Вильнюси У нас зарегистрирована компания в Литве У меня есть возможность Работать на стенде Литвы А Латвии на этой выставке Фактически не слышно и не видно Это, если говорить таки Из плохих новостей Из хороших новостей Я думаю, что С учетом нашего географического положения Я думаю, что все равно Туризм восстановится Как только будет возможность Действительно работать И принимать гостей Потому что, ну, на сегодняшний день Несмотря на то, что Граница открыта И в Латвию иностранцы Могут приезжать Но, по большому счету Делать им сейчас нечего Потому что экскурсии Групповые запрещены Походы в музеи запрещены Рестораны запрещены То есть, единственное, что На сегодняшний день Чем могут заниматься В Латвии туристы Это по одиночке ходить по городу Но к восьми Они должны быть в гостинице Если они хотят покушать Значит, единственный способ поесть Это заказать еду в номер Ну, будем надеяться, что 12 ноября ситуация изменится Очень, очень, очень надеемся И желаем, конечно В таких условиях, в которых Мы сейчас находимся О каком-либо туризме Даже и мечтать не приходится Единственное, кто в Латвию приезжает Это, наверное, какие-то люди Которые, которым действительно Надо по бизнесу, по работе И они это не могут сделать удаленно Но это точно не туристам Да, у меня вот вопрос был Связан с тем, что Насколько эпоха вот этого Дикарей, вот когда люди Действительно ездили Сами организовывая себе Путешествия, экскурсии Она ушла в прошлое Вот уже безвозвратно ли Или есть возможность, что она восстановится Нет, я думаю, что Она никуда не ушла Она восстановится И она, я думаю, что и не пропала То есть Очень много сервисов Онлайн-сервисов Которые как раз и обслуживают Таких, как мы говорим, дикарей Это различные онлайн-площадки Онлайн-платформы Где клиент может Самостоятельно заказать себе поездку Да, но при этом Надо иметь в виду Что если Значит, как сказали дикари Самостоятельно турист Заказывает поездку Где-то в интернете На иностранном ресурсе Да, фактически У иностранного поставщика Туристических услуг Да, то в случае Если что-то пойдет не так Ему будет очень трудно Вернуть себе Деньги Или получить даже Какую-то Какую-то помощь Или поддержку Да, потому что Если Турист обращается В агентство Латвии То в случае Конфликтной ситуации Есть такая организация Как Центр по защите Прав потребителей Который, как правило Решает вопросы В пользу В пользу клиента Да, но если Клиент Заказывает эти услуги Где-то на иностранных Ресурсах То фактически Вряд ли Кто-то Сможет ему Помочь Если возникнет Какая-то спорная ситуация И Действительно Мы в Латвийской ассоциации Турагент Столкнулись с тем Что во время Во время Начала пандемии Было очень много Отмен Рейсов Очень много Невозвратов Туристы Обращались К нам В Алту С просьбой Помочь Вернуть деньги Но Мы только Разводили руками Потому что Если клиент Что-то заказывает За границей То Здесь уже Латвийская фемида Бессильно Такой урок Действительно Всем кто На свой страх и риск Отправляется Путешествовать Ну и надо помнить Конечно Про уже Упомянутые Страховки Путешествий Тоже мы об этом Не перестаем Напоминать На всякий случай Хорошо Желаем Удачной работы Пусть и не на Латвийском стенде Удачи Развития Новых контактов Всего доброго Хорошей погоды Хотя я так смотрю Погода и так хорошая Прекрасно Ну и пускай Бенбен уже Ремонтируют там Солнцу Да Ну все В общем Замечательно Спасибо большое Влад Хорошего дня Вице-президент Латвийской ассоциации Туристических агентов И операторов Владислав Корягин Который сейчас Находится в Лондоне И участвует В выставке World Travel Market London Рассказал о том Что происходит Во всемирных масштабах С туризмом О том как все Потихонечку просыпается И восстанавливается Мы К сожалению Пока Среди отстающих Но Наверстаем Ничего Все Будет хорошо А может быть Не так как прежде Но зато В каком-то смысле По-новому Тоже Все будет нормально На этом Завершаем утро На Болткоме А продолжится Наша программа Продолжится Подоплек Гость очень важный Представитель Банка Латвии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова